Ребята, всем привет! Меня зовут Юля, это Слава. Что? Да, это я. Ребята, всем привет! Меня зовут Юля. Это я. Это я, Юля. Это Слава. Давай, каждый сам себя скажет, я Юля. Ты такой, я Слава. Да, давай. Хотя это так тупо, зачем мы вечно здоров... Ну ладно. Ребята, всем привет! Меня зовут Юля. Меня зовут Слава. И мы пара. Да ладно, на самом деле, я думаю, из названия видео вы и так уже поняли, что будет происходить. Вы нас наверняка знаете. Кто нас не знает, то привет! Я Юля, это Слава. Мы вместе. И сегодня мы... Все поняли, что мы вместе. Мы так друг друга любим сильно! У нас сегодня съемка видео, было или не было. Вот это видео будет именно... Вот это видео. Нормально. На моем канале это нормально. Нормальный видео такой, короче. Сразу хочу сказать, что у Славы на канале продолжение это видео, либо это видео у вас. Ладно, ладно, все, соберитесь мы. Ты, ты соберись. Хочу сразу сказать, что у нас две части этого видео, было или не было. У меня там одни определенные вопросы, у Славы на канале другие вопросы, ответы. Так что смотрите. Силька в описании. Да, в общем, сложно собрать. Это первое видео, которое мы сегодня снимаем. А мы... Первое из четырех. Много сегодня сняли, потому что недавно на моем канале было видео, было или не было. И там было очень много каверзных вопросов, на которые я ответила. Были вопросы, на которые я вообще не думала, что когда-либо расскажу в интернете. Я видел. Хорошее видео. Я не понимаю, почему YouTube забанил. Вы знаете, я с этого видео ни капельки не заработала. Только с какой-то там фигней, что-то типа косарь. Ну, типа, какие-то жесткие вопросы для меня показались, что они, ну... Боже, у всех такое было, ну, у большинства точно. Да, кто не смотрел мое такое видео, взять, мне тоже посмотрите. Я там рассказала, что я вот такое делаю, вообще жесть. Сегодня, сейчас мы будем узнавать, да, узнавать друг о друге что-то большее, да? Мне кажется, я даже не знаю, узнаем ли мы что-то новое друг о друге, но я думаю, что наши подписчики точно на что-то новое узнают. А может быть, даже и мы друг о друге узнаем что-то больше. Я очень хочу, чтобы задали какой-то вопрос. Я еще не видела все вопросы, парочку видела. Я очень хочу, чтобы задали какой-то вопрос, на который ты ответишь. И я такая, что? Возможно, мы даже поругаемся. Мне не хватает немножко страсти. И первый вопрос, он мне сразу очень понравился, потому что он откровенный, он интересный. И, ну... Блин, нахрена снимать? Все-таки, видите, было или не было, типа, ходил ты в магазин. Надо по жести. Купались в ванной вместе. Ну да. Плохо видно? Плохо? Подожди, я смотрю, вообще мою не видно. А, я теперь ногами... Извините. Да, было. Мы как-то прокомментируем это? Мы? Я могу прокомментировать так, у нас очень маленькая ванна. И... А я могу просто прокомментировать, было. Все. Все? Ну, а чего такого-то? Ну, какую-то романтику. Набираешь пену, ставишь свечки. Да, ладно. Мы делаем такое, да. Я не знаю, просто, типа, для пацана это как-то... А что? Ну, рассказывать об этом мне как-то, типа, не очень. Но, раз Юля уже вам все рассказала, мы делаем... Наоборот, классно. У нас целый ритуал. Мы набираем теплую, ну, горячую воду, пеночка, может быть, соль для ванн. Потом выключаем основной свет. Потом добавляю свечек, поджигаю. Чик-чик-чик. Получается такой романтик. И пена, и вкусно пахнет, короче. Не всегда мы это делаем. Мы это делаем не очень часто. Пару раз в месяц, может быть. Ну, да. Я, на самом деле, вообще не фанат ванны. Наверное, больше Слава фанат ванны. Принимать ванну. Я это как-то в детстве оставила. В детстве любила ванну, а потом как-то, мэ, чё в ней сидеть, кваситься. Не, ванна это классно. Секс по пьяне. Ну, я думаю... Подожди, по пьяне это если ты, ну, ты помнишь это или не помнишь? В этом вопрос. Ну, у меня ни разу не было такого, чтобы я выпила алкоголь и вообще не помнила, что происходит. Но секс по пьяне, когда ты под алкоголем, было. Ну, я... У меня тоже было, я всё помню, правда. Ну, то есть у меня тоже не было такого, чтобы я... Я думаю, это вопрос типа про нас, типа у нас с тобой было. У меня тоже было. Сука, с кем? Ну, ладно, пофиг. Твоё прошлое будет твоим прошлым. Было, да? Ну, типа, блин, вообще пофиг. Как бы мы не эти... Не алкаши. Было такое, что вы разъезжались на время ссоры? Твою мать, извините, очень неудобно. Нет. Такого не было. Ну, мы вообще редко ссоримся. Мы редко ссоримся? Нет, 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 мы часто ссоримся. Ну, вот так мы ссоримся редко, чтобы хотелось куда-то уехать друг от друга. Но вообще я считаю, что даже если ты поссорился, то уезжать это прям самый край. То есть это прям самое последнее дело, поэтому до такого никогда не доходим. Я думаю, что если вы ссоритесь со своей второй половинкой, наоборот, лучше не разъезжаться, а лучше оставаться вместе для того, чтобы решить как-то конфликт. Потому что если вы разъезжаетесь, то, ну, мне кажется, может быть такое, что в итоге вы не съедетесь. И типа такие, все, я больше не хочу с ней проводить время или с ним. И все такое. А когда вы вместе... У нас были такие со Славой ссоры, что мы, ну, прям ругались. Но самая последняя ссора вообще, это когда мы из-за видео ругались. Кстати, из-за кукинга по поводу того, что там вырезать и оставлять, потому что мы снимали видео пьяными. Ну, как пьяными, ну, по-другому. Алкоголь вредно. И мы типа ругались из-за этого, потому что сначала Слава пришел ко мне в комнату, сказал, вот это вырежи. Я обиделась, пришла к нему в комнату за стол, говорю, вот это вырежи. Ну, типа для его канала, а он для моего канала. И в итоге мы начали ругаться на этой почве и обзывать на друга. Там было жёстко. Ну, это было... Ну, это утро, ещё и утро было. Мы всё монтировали. Утро часов 5, наверное, 4-5. Очень поздно. И в итоге Слава что-то на меня ругается, а я на него, и он мне что-то говорит, типа, я начинаю ржать и говорит, что ты дурак, и мы начинаем ржать, потому что он мне, типа, одну фигню загоняет, я ему другую, и всё, это такая тупая фигня, из-за которой вообще глупо ссориться, а мы ругаемся по-серьёзку. Ну, мы прям жёстко, прям по-серьёзке, да. Вот ты там дура, ты там дурак, типа, дебил. Дура, дурак, это мягко, мы там прям максимально друг другу прям... Потом идёт в комнату, закрывает дверь и говорит, всё, никакие нахрен в видео не будут. Да, всё, не будет никаких видео. Я говорю, куда, иди сюда, видео завтра, сегодня, чё, не знаю. Ну, и в итоге мы решили этот конфликт, потому что мы поржали, друг друга обозвали. Ну, типа, у нас такие ссоры, которые могут... Ну, это была одна такая, первая ссора у нас такая, у нас таких не было ещё, чтобы мы так вот... Ну, у нас были жёсткие ссоры. Ну, это было самое жёсткое. Ну, да, наверное, но такие моменты, чтобы мы друг друга обижали, тоже были. Кстати, если чё, я в парике, вас, наверное, это смущает, потому что он очень странный, и я постоянно его тяну. И вам, наверное, кажется, что это странно, но мне в карте я модно. Блин, а ещё жарко, так я уже всё вспотела. Мой любимый вопрос. Я хочу, чтобы его тоже включили в моё видео. Было ли такое, что вы пухали в присутствии друг друга? Шикарно, шикарный вопрос. Что, не хочешь отвечать? Нет, конечно. Почему? У меня есть что скрывать. Да ладно, уже. Все карты раскрыты. Что раскрыты? Ты... Нет, не, не... Что? Ну говори уже. Что? Ладно. Было такое, что Слава не пускал тебя куда-то, или ты его? Было ли такое, что мы друг другу запрещали куда-то типа идти? Блин, я не знаю, мне кажется... Сейчас вспомню. Я даже не помню такого. Ну, да. Да? Ты мне? Куда ты мне запрещал идти? Было пару мест, когда-то. Я точно не скажу, это было давно. То есть, ну, такое бывало, что я не хотел, чтобы она шла. Я говорю, нафиг не надо, не иди туда. Я даже не помню такого. Ну, знаете, наверное, я не помню это, потому что не было таких мест, куда я сильно хотела пойти. И прям реально хотела. Слава мне говорил, нет, я тебе запрещаю. Я думаю, ты мог просто сказать типа, нет, типа, нафиг не иди туда, там, ну, ничего хорошего. Ну, типа, не будет. Ну, я просто не помню такого, но, наверное, наверное, я типа... А зачем ты сейчас было поставила? Да поставила не было, ясно. А ты говоришь типа, было. А я сказал, было, да. Ну, я просто не припоминаю таких ситуаций. А я тебе говорила? Нет, конечно. В смысле, нет, конечно. Не было? Почему нет? А что? А что в этом экстраординарного? Ну, ладно, ну, мне кажется, было дофига раз. Я, если куда-то ухожу, то только на какие-то мероприятия. Только я куда? Шляюсь по клубу, что ли? Ну, я тебе запрещал какие-то мероприятия на какие-то... Я говорил тебе, не надо идти туда. Что? Я даже не помню такое, ребят, представляете. Изменяли ли тебе? Тебе или тебе? Мне. Думаешь, тебя не изменяли ни разу? Да нет. Смотря что... Мне некому было изменять. Ну, то есть... Нет, не ты кому-то изменял, а тебе изменяла твоя вторая половина. Я думаю, не изменяла ни одна. Доверяешь так? Да, доверяю. А я вот не знаю, что ответить, потому что... Ну, ты уверена? А что, у меня только ты, что ли, был? Не, ну просто, если ты уверена, что у тебя там кто-то где-то... То-то дело, что на 100% я не уверена, но... Я думаю, что было. Потому что для меня всё-таки измена — это не только какое-то физическое насилие. Но я имею в виду, что я думаю, человек, с которым я встречалась, мог думать о ком-то другом. Или переписываться с кем-то другим. И, возможно, даже видеться. Поэтому для меня это тоже в каком-то роде измена, наверное. 100% не знаешь, но ты всё-таки ответила «да». У меня есть точно доказательства про всякие переписки типа такого. Такие вещи я знаю, но... Именно секс — не знаю, было ли это или нет. Что? Так глаза закатываешь. Ты же такой крутой, тебе никто не изменяет. Все тебя любят. Я... У меня не было задачи, то есть, типа, искать сплетни. У меня не было подруг, знакомых, друзей, которые сплетничали про моих, там, девушек. И я по факту никогда их не проверял. И после нашего расставания мне абсолютно пофиг, что там где-то когда-то и было, может быть. Кто-то, может, мне изменял. Но я чётко не знаю. У меня нет переписка, тоже странное доказательство. У меня нет 100% факта. Поэтому я ответил, что не было, потому что я... Я не знаю 100%, поэтому зачем говорить? Понятно. Скрывали что-то серьёзное друг от друга? Я от тебя скрывала что-то серьёзное. Что? Не знаю, но... Наверное, что-то скрывало. Было такое, что я что-то от Славы скрывала серьёзное, но... Серьёзное не в том плане, типа, я ему изменяю, типа, ну, не из такого рода, а, наверное... Что-то такое, что я не готова была ему рассказать, потому что... А, ну да, я тоже. ...сама не готова была к этой информации о том, что я сама только эту информацию получила, и мне как бы ещё непривычно. Я не считаю, что это плохо, какой-то плохой момент в отношениях. Сейчас, наверное, у нас такого нет, это в начале отношений было. Потому что, наверное, когда только начинаешь встречаться, можешь переживать за что-то, вдруг человек не так поймёт, либо ещё что-то подумает про себя плохое, ну, всякое, знаете, зависит от ситуации. Люди думали, что вы брат и сестра. Это так забавно, ну да. Ой, у меня же табличка упала. Думали, что вы брат и сестра, и для меня это так странно. Естественно. Но самое странное, когда думают, что ты, типа, гагетидзе. Помнишь, у нас такое было? А, да, иногда один или пару раз было, что думали, что я гагетидзе. А, нет, мистер Пушман, или как это было? Да, мистер Пушман. Говорили, что еда вкусная, которую половинка приготовила, но нет. Была невкусной. У меня такого не было. Я говорю сразу, если мне не нравится Юлия на еда, я сразу говорю, блин, зайцы, что-то не очень, типа, это вот. Но она, во-первых, она редко готовит, но если готовит плохо, то я сразу говорю, а если готовит хорошо, я сразу говорю, что, зачем, типа. Ну, это тупо, типа, зачем говорить, ой, так вкусно, ведь ему же и хуже, я буду это каждый день готовить. Юля сама, например, знает, что она плохо приготовила, если она знает, она сама говорит, блин, слаб, типа, я вот это вот что-то не дожарила. И даже когда я не дожарю, что-то недоготавливаю Там, типа, не доварил пельмени Говорю, блин, зай, прости, пельмени не доварил Ну, она сама знает Смысл? Листить человеку За его плохую готовку, если Как бы, ну, а какой смысл вообще? Ну, да, наоборот, нужно дать стимул человеку Делать что-то лучшее Я просто, прежде чем То, что я приготовила дать Славе, сама пробую Пробую, например, гречку и понимаю, что она не идеальна Или я забыла ее посолить И я ему сразу говорю, я ее забыла посолить Она не очень, вот соль, если хочешь Ешь, не хочешь, я ему сразу говорю Ну, можешь вообще не есть, типа, я не обижусь Ну, то есть, это такой момент, я думаю, что Это неплохо, и люди, которые Живут вместе, и там девушка готовит Либо стесняется, например Или мужчина вдруг готовит, неважно Я думаю, что ничего страшного Потому что это же опыт Чем больше ты готовишь, тем лучше ты готовишь Это связано с любым родом деятельности Ты также можешь убираться Чем больше ты убираешься, тем лучше ты начинаешь Убираться и понимать, что куда Поэтому я рада Спасибо за твою честность и искренность И тебе Чувство, что разлюбили друг друга Я посмотрю, что ответишь ты Я не могу, так Это не честно Ну В этом-то и суть игры Ну как? В этом-то и суть челленджа Чтобы ты сказала, несмотря на мои ответы Давай, закрой глаза Ладно, ты тоже закрой И я закрою глаза И через три секунды Только по-честному закроешь Я по-честному Я не смотрю, что у тебя там Вот стоп Ты тоже не смотри Я не буду смотреть Раз Два Три Ура Я так счастлива Ну блин, как можно подумать, что ты разлюбил человека Если Ты его любишь Вообще Ну типа, блин, нет Даже, знаете, если мы сильно ругаемся И в какой-то момент я ненавижу Славу Такое было Я ему говорю то, что Понимаешь, дорогой От любви до ненависти Один вообще Не то, что шаг Просто так вот Оп, я тебя ненавижу Оп, я тебя люблю У нас такое в отношениях бывает Потому что мы любим американские горки Особенно я Короче, не было Ничего даже ставить не могу Обо всем она говорит Все Просто начинают речитать тип Чтоб ее не остановить Ну что тебе сказать Расскажи, как ты меня ненавидел Ну, бывало такое, что Я тебе тоже так прям хотел Задушить? Да? Да нет, конечно Все шутки Ну, я бывал такое, что Меня тоже бесило И много всего раздражало Но, как говорится Вот делаешь шаг вперед Ты уже совсем в другом месте Делаешь шаг назад Ты опять вернулся к тому, с чего начинал И Да Мы легко делаем шаг назад Или если там Ты так себя плохо ведешь Что тебе это даст? Что тебе это дает? Да, согласна Есть такие вещи Которые нужно просто Обсудить И понять Ну, типа Стоит ли игра сверху Понимаете? Стоит ли ругаться Из-за этой глупости Вот, но мы все равно Любим играться Потому что Ну, без этого не мы Мы не мы Ну, я так вообще не я Мы не мы Потому что я горячая грузинка И у меня просто Сложно тебе со мной Очень Тебе тоже со мной очень Это Обоюдно Знаете, типа Мы такие люди Так странно сложилось Что Нам либо очень легко вместе Очень Воздушно Все и классно Либо очень жестко Либо очень сложно И у нас максимальное Недопонимание Но Это не то, что Недопонимание Это На какую-то Определенную вещь Но Если бы эти вещи Были сильно Значительны Для будущей нашей Например Совместной жизни То, наверное Мы бы расстались Но так как Это больше Какие-то мелочи Мы вместе Вот Перевожу на русский Мы вместе Ладно Тут есть классный вопрос На который есть Классный ответ Ссоры и завивы Было или не было Недавно у нас была Очень сильная Просто нереально Нет Это была вообще Урасная ссора Пару раз Конечно Мы ссорились Из-за вивы Да какие пару раз Крайний раз Когда мы поругались Из-за вивы Ты помнишь Из-за чего мы поругались Ну напомню Мы были в магазине Продуктовом И решили купить Детское питание Вивьене Изначально Это была моя идея Потому что я увидела У Карины Что они Лютику Дают пюрешки детские И ему очень нравится Я хотела дать Вивьене Помимо корма Собачьего Обычного Дать Попробовать Детское пюре И когда мы приехали домой Я начала открывать Эту баночку Уже ее открыла Слава выхватила У меня ее из рук Из-за этого Мы начали ругаться Потому что я хотела Чтобы я дала ей Эту еду попробовать Потому что я знала Что она будет Очень счастлива И будет благодарить Свою мать И я тоже хотел Это сделать Он тоже это хотел сделать Но он не понял Что я это первое Хотела сделать Из-за этого Мы начали ругаться Пока Кто-то друг другу Не уступил Ты не уступал Ты просто Мы посрались И ты ушел И в итоге Я ее покормила Все было именно так Да Вот такая у нас была Ссора из-за Вивы Но Вива тут ни при чем На самом деле Это просто Мы дебилы Вонючие Вот и все Вива ни при чем Причем Притом была Наша любовь к Виве Да Мы просто так сильно ее любим Что решили Из-за этого поругаться Кто ей положит Это пюре несчастное Ревность Да А потом я подходила К Славе Реверч Потом мы еще сильнее поругались Мы уже начали Дальше Глубже копать Уже друг друга На личности переходить А все началось Просто С вонючего Пюре Которое Вива Кстати не оценила Она полизала Пару раз И ушла Подумала Столько ссор Из-за этого пюре Лажа Честно говоря Не стоило Анна того В общем такая вот глупость Поэтому ребят Никогда не ругайтесь Из-за всякой фигни И если в этот раз Так же как у нас Я понимаю Что надо было кому-то уступить Просто типа на пюре Тем более что мы взяли их два И на следующий день Кто-то другой мог дать пюре Играли ли вы вместе В игру Кто дальше плюнет Блин Ну мне кажется Что да Кто не играл вообще С девушкой любимой Даже когда я сказал Кто не играл вообще Я плюнул Чутка Дальше чем-то Я вообще не плюнула И не участвовала В тот момент Я вышла из игры Ну да Да мы вообще Забавные Очень Так Вот Был секс до 18 Последний Заключительный вопрос У меня тоже было Ну что ты на меня плюешься У меня было как раз В районе То есть там Типа Так у меня тоже Совсем рядом Не в 10 Не в 14 даже То есть мне позже Но до 18 Ну блин На самом деле Я считаю Что это Не то чтобы тупо Если у тебя есть парень Которого ты любишь Вы друг другу доверяете И все Все как бы располагает То есть дать до 18 Или ждать до свадьбы Ну это просто Извините Ну мне непонятно Ну я как бы Тут консервативен Я правда Ребят считаю Что там типа До 15 Ну тоже Не надо Это вообще жесть Это рано Ну обдумайте все И подождите лучше Чтобы все Чтобы вы созрели Чтобы мозги созрели Не нужно торопиться Вот любовь Она Должна быть Но шмекс Вот это вот дело Надо обдумать Не надо Вот сразу так Прийти Нельзя прийти на вписку Нельзя прийти на вписку Набухаться И дать первому встречному Девочки Не надо так Ну вот В чем разница Ты можешь В 18 лет В 19 Прийти на вписку И дать первому встречному А можешь После 18 Пофиг Ребят После 18 Мне лично Фиолетово Вот что вы там будете После 18 Делать До 18 Не надо А какая разница Например В 17 Если в 17 То типа Я сказал До 18 Думайте После 18 Уже ваша жизнь Нужно всегда думать Я Даю напутственное слово Всем детишкам Подросткам До 18 После 18 Уже взрослые люди Уже мозги свои Нихрена подобного Я Я так считаю Я считаю Ребят Что у вас После 18 Те кто Кому сейчас до 18 Должны уже быть Свои мозги Давайте Крепитесь Мозги свои должны быть И в 15 И в 16 Лет Просто зависит от того Что у тебя в голове находится Ты можешь В 17 Или в 16 Встретить человека Которого будешь любить С которым тебе будет хорошо А ты с ним будешь Там 5 лет встречаться А может и поженишься А может быть такое Что ты там в 15 Или в 16 С кем-то Это самое сделаешь И потом пойдешь Блин по всему району Тоже Поэтому знаете Такое И в 18 Ты тоже можешь Замутить с кем-то И пойти по всему району Да ты тоже права Я не говорю Что ты не права Я просто говорю Что я так сказал Я сказал Что до 18 Ребят думайте После 18 Делайте что хотите Почему Юля сказала И после 18 Думайте Давайте так Думайте до 18 И думайте после 18 Но почему ты говоришь После 18 Поставьте пожалуйста лайк За этот вот Отличный мой комментарий Он обычный Объясни Почему после 18 Типа можете не думать Мое наставление Они не нуждаются В моем наставлении После 18 Нет Я не думаю После 18 Должны быть свои мозги Или ты будешь Их до 30 Вести за ручку Вот так Причем Вести за ручку Нет Ты просто Это как говоришь Типа до 18 Думайте Обязательно Потому что до 18 Еще не сформировавшийся организм Организмы И мозги Еще не сформировавшийся После 18 Там в районе 20 Уже начинает человек Формироваться нормально Ты знаешь Что у всех по-разному Ну я плюс-минус Я же не Не профи Я не социолог Я не психолог Я просто хочу вам сказать Ребят Повторюсь Думайте До 18 Думайте И после 18 Думайте Все Да Очень-то интересно Конечно Изложил Все Я хочу сказать Всегда нужно думать И есть такой еще Очень важный момент Что Все люди В определенный В один и тот же возраст Могут вести себя Абсолютно по-разному Например Я в 16 Такая А моя подруга В 16 Грубо говоря Я в 16 Чувствую себя Уже взрослой женщиной Ну нет конечно Но Пример А моя подруга себя чувствует Так как будто бы Она в песочнице играет То есть Это к тому Что всегда нужно думать И Что касательно Вашего первого раза Очень-очень осторожно Подходите к этому вопросу И Никогда не давайте Первому встречному Если Вы хотите Это сделать То сделайте это С человеком В котором вы уверены Не так что Типа Я ему верю Блин А потом он вас Да пошла ты Шкура вонючая А так чтобы реально Вы знали этого человека Долго И Могли ему доверять Вот и все А потом уже Карта Жизнь рассудит Вот мое наставление Пацаны Не слушайте ее Пацанам пофиг Вообще Пацаны Что хотите Делать У пацанов Совсем другая история Самое главное Предохраняйтесь Мои хорошие Давай уже Еще что-нибудь Скажи Ладно Все мне уже Нечего сказать Было или не было Все у нас И было И что-то И у нас И не было Но самое главное Чтобы у вас Было хорошее настроение После просмотра Этого видео Надеюсь Что оно вам понравилось Если так То ставьте пальцы вверх Подписывайтесь На наши каналы На наши инстаграмы Все ссылки Вы найдете в описании Продолжение Смотрите у Славы На канале Мы отвечаем еще На всякие вопросы Размышляем Ругаемся Ну все что вы любите Так что Всем спасибо И всем пока Да Всех любим Всех любим Всех целуем Всех обнимаем Счастья, радости Желаем Пока Субтитры сделал DimaTorzok